Слава Господу, братья и сестры! Мы имеем сегодня прекрасное служение. И эти песни, они как бы ободряют нас, если мы стремимся быть с Господом. Скоро будем там. Если это мечта, желание в нашем сердце, то мы будем проводить здесь на земле жизнь, вы знаете, чтобы встретиться с Господом, чтобы наша жизнь, она была угодна Господу, чтобы каждый день, прожитый здесь на земле, он не был напрасен, чтобы он не был в минус нам, а в плюс. Перед молитвой и служением нашим я хотел бы обратить ваше внимание на книгу пророка из Икеиля, 40-го глава, 4-й стих. То положение, в котором должен быть человек Божий, сегодня то же самое должен быть каждый христианин. То положение, которое описывается в этом стихе, я думаю, что оно касается каждого человека, который живет в 21-м столетии. Почему? Потому что Бог обращался к этому человеку. Он хотел донести ему Слово Свое. И он был должен быть способен принять Божье Слово. Если человеку говорить, а он не способен принять, или он закрыт для этого Слова, он не желает внимательным быть, это напрасно потраченное время. Когда человек противится, когда он непослушный, когда он не желает исполнять то, что ему говорят, это потраченное напрасно время. И Слово. Но мы знаем, что Бог Свое Слово, Он очень ценит. Его Слово, оно просто так не посылается, как может быть наше Слово. Вы же знаете, в нас есть пустые слова, бессмысленные слова, слова, которые, ну как бы, мы шутим, да. Ну, шутки это тоже, они легкие слова, праздные слова, легкие слова. Они не несут никакой ответственности для того, кто слушает, и тот, который говорит, нет, несут. Если это пустые, если грязные слова, то мы за каждое праздное слово, что? Дадим отчет. Поэтому нужно и наши слова, как Бог своими словами ценит, Он обращается к нам, чтобы мы ценили также своими словами. Когда мы говорим, у нас есть разные встречи, разные разговоры. Есть, знаете, когда мы решаем серьезные вопросы, есть наши разговоры, когда мы обсуждаем или рассуждаем над какими-то вопросами, мы желаем найти какую-то истину, это рассуждение. Знаете, ну, есть разные мотивы, когда, знаете, когда люди, ну, влюбленные люди, или люди, которые любят друг друга, у них совсем другие мотивы для разговора, правда? Ну и кто может их осудить, когда они признаются друг другу, рассказывают друг другу, ну и говорят такие возвышенные, может быть, красивые слова друг другу, которым никому никто не говорит, ну они никому другому об этом не говорят. Ну, то есть, насколько разнообразная наша речь, насколько, знаете, диапазон ее такой широкий, но Божье Слово, оно не возвращается к Богу тщетно, напрасно. Если Он посылает Своё Слово, то оно производит, оно производит действие, оно делает то, о чём сказал Бог. Слава Господу! И это мы находим с начала Библии. В начале Библии, когда мы открываем то, в начале Бог сотворил всё, что мы видим и не видим. Он сказал Слово Своё. И так написано в Иоанне Атеанном. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И мы должны понимать, что для нас сегодня, когда мы собрались в дом молитвы, и вы не видите в нас икон, не видите каких-то, ну, что-то такого красивого, что привлекало в ваш глаз, какого-то шедевра, искусства человека, знаете, какого-то изваяния вы не видите. Но вы имеете прекрасную возможность сегодня услышать. И Господь, когда говорил через Иоанна, на острове Патмосит, Он обращался, чтобы мы могли услышать, что Дух говорит церкви. Как важно сегодня услышать в своём сердце, что Бог будет говорить мне. Мне важно знать мнение Бога о моей жизни. Мне важно знать мнение Бога о этой земле, о вселенной. Мне важно знать мнение Бога о моей вечности. Мне важно знать, как я сегодня должен поступать в своей жизни. Мне важно знать мнение Бога, потому что обо мне могут говорить люди разные, они, другие могут меня, знаете, как бы поднимать, хвалить, другие могут совсем по-другому, в другую сторону, но мне очень важно встать в присутствии Бога живого, когда Он сходит, когда слава Его приходит, знаете, когда собраны народ Его, церковь Его, мне нужно знать Божье Слово сегодня. Аминь. И к этому призывает Господь из Икииля. Он же пророк, что Он не может быть собранным, что Он может быть рассеянным. Да, человеческие способности такие, знаете, что мы можем сидеть здесь телом, но не здесь быть мыслями нашими, занятиями нашими. Поэтому Слово Божие призывает нас о горнем помышляйте, а не о земно. Вот когда вы пришли в дом молитвы, в церковь, вы сегодня находитесь в собрании святых. Давайте мы будем размышлять о небесном, будем размышлять о Боге нашем, о Создателе нашем, о Творце, Тот, Который вечную любовью полюбил нас и отдал Своего Сына на крест, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вы все имеете жизнь вечную? Кто еще не имеет жизни вечной? Во Иисусе Христе мы имеем все жизнь вечную. Верующий Сын Божий имеет жизнь вечную. Аллилуйя! И вы сегодня в этом служении, если чуть-чуть хоть имеете веру, но понимаете, что не войдете туда из-за своих грехов, но если чуть-чуть хотя бы имеете, что Иисус Христос Сын Божий и Он умер за вас, у вас есть шанс сегодня освободиться от всякого греха, принять его как своего спасителя, покориться Ему и Ему служить. Божье Слово говорит в 4 стихе на украинской мове. И промовил тот человек до меня, сын людский, дивись очами твоими и слушай вухами твоими, та и бери собі до сердца все те, что я буду тобі показувати, бо тебе на те и приведено сюди, чтобы я это показал тобі, а все, что бачитимешь, то сповести домови Израилю. Какие чудові слова! Какие прекрасные слова! Господь, знаете, обратился к своему слуге и говорит ему, Сын Человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими и возьми это все к себе, в свое сердце. Как это важно! Как это важно! Смотреть, слушать и взять в свое сердце. Я думаю, что если даже их физическими ушами сегодня среди нас есть такие люди, которые не могут услышать, все равно им Бог говорит. И они имеют способность услышать. Слава Господу! О них позаботился Господь. Если сегодня среди нас есть те, которые их физическими глазами не могут видеть, я знаю, что Бог позаботился о них. И в них открыты глаза духовные. И они могут увидеть. Но самое главное, когда мы слышим, когда мы видим, наше сердце приготовить, чтобы принять, что Бог хочет сегодня говорить к нам на этом месте. Потому что так написано, для чего это все дано для нас? Что я тебе буду говорить, что я тебе буду здесь показывать. И если это примешь в свое сердце, тебе будет способность это передать другим людям. Если это только в нашем разуме, не в нашем сердце, не выходи на улицу и не говори, что Бог велик. Но если это слово прошло в твое сердце, и оно изменило твою жизнь, и ты стал новым творением Божьим, смело можешь идти и говорить. Потому что Бог с тобой. Бог с тобой. Он проникнул в твое сердце. И это задача Божья. Сегодня в этом служении, братья мои, дорогие сестры, мы имеем возможность видеть, слышать и принять. Это самое важное. Принять. Потому что вы можете увидеть, вы можете услышать. Но если сердце будет далеко, если сердце не будет прилеплено к Богу, результат никакой, нулевой. Но если мы сердце свое откроем для Духа Божьего, для благодати Божьей, чтобы он, знаете, пришел в храм сердца нашего и начал это служением, служение Духа, служение Пятидесятницы, служение освобождением, служение прощения, служение любви, это вот прекрасный день. Аллилуйя! Встанем, помолимся!